Бонус до трес. Бонус, бонус, бонус до трес. Федюхины высоты под Севастополем превратились в аванпост могущественной древней цивилизации Рима. Словно сошедшая с иллюстрации из учебников истории, легионеры маршируют по территории военного лагеря Каструма. Деревянная крепость появилась здесь к прошлому крымскому военно-историческому фестивалю. Клуб 11-й Клавдиев Легион занимается реконструкцией римского гарнизона в Крыму середины первого века. Тогда полуостров находился под протекторатом Римской империи. В полевом выходе 16 участников со всей России изучают римскую военную тактику. Информацию реконструкторы собирают по крупицам, читают римских авторов, например, Тацита, пользуются информацией зарубежных коллег. Это упражнение называется «Телло». если в строй начинают стрелять или кидать какие-то метательные снаряды очень важно быстро построить защитную стену чтобы личный состав сберечь соответственно чем быстрее легионер это сделать тем больше шансов уцелеть поэтому это важно делать в движении и в различных условиях все команды отдаются на латыни приемы оттачиваются от нескольких месяцев до нескольких лет отрабатывают метание копья пилум и работу мечом гладиус вес снаряжения легионера достигает 20 килограммов такие совместные выезды позволяют до мелочей отработать сложные действия и почувствовать каково было римским солдатам охраняющим рубежи империи ходили на гору гасфорд в полной маршевой выкладке легионера было очень тяжело это для нас такой экспериментальный опыт 20 километров не прошли прошли где-то 16 но учитывая перепады высоты здесь местные то это очень неплохой результат это половина от нормативной маршевой половина римского норматива римский легионер по норме 30 километров в день должен проходить но это по дорогам если месяц местность пересеченные то 16 километров это неплохо полевой выход проходит в жесточайших для человека 21 века условиях никаких современных вещей телефон и часы зажигалки фонарики остаются за пределами лагеря живой истории сейчас здесь в нашем лагере находятся две контуберни у нас стоит пять палаток вот мы видим четыре палатки в которых живет 16 человек и пятая палатка она хозяйственно бытовая по идее мы сейчас живем в роскошных условиях потому что в каждой палатке у нас по четыре человека в принципе по тем регламентам которые до нас дошли по письменным источникам узнаем о том что одна палатка приходилось на 8 человек на контубернию утварь такая же какая была у римлян около двух тысяч лет назад амфора для хранения воды котелки глиняные кувшины все готовят на огне в рационе легионера простая пища бобовое мясо сухофрукты хлеб когда мы идем на маршруте если мы останавливаемся на ночь мы готовим в индивидуальных котелках если мы встали лагерем то мы готовим большом котле сразу на 8 человек сетки транспортировался хлеб у нас хлеб бездрожжевой ему уже на 10 день пошел снаружи он немножко окаменел но если я его разрежу или разломаю то внутри мякиш у него мягкий полевой учебный выход на федюхиных высотах военно-исторического клуба 11 клавдиев легион длился три дня наталья данилова людмила замятина дмитрий фомин севин форм бюро